Сот в кавычках. Сот в кавычках. Я тону. Я тону. Спасите меня. Смотри-ка, кто-то тонет. Да, в действительности кто-то тонет. Ему отказали в помощи, он сейчас утонет. Спасите его. Спасите его, капитан. Капитан корабля. Живого мужчину спасите. Она просто убежала. Отказала в помощи утопающему и бросила его в море. Пришлось спасать самим. Мы тебя спасли. Идем к нам, живой. Спасибо, братья. Тебе отказали в пищах? Спасибо, братья. Живые мужчины, спасибо. И она что сделала? Она просто взяла вот это дело в охапку, встала и ушла. Так она убежала и ходила по коридору. После этого никакого решения по его персоне принято не было по сей день. Выясни коллегиально рассматривали дело. В этот момент судьей не было. Вначале она занервничала, это было видно. У нее там голос дрожала, и это было слышно. Первый акт провел вообще замечательно. Просто замечательно, великолепно. Как образец лучшего нету. В русскоговорящем сегменте просто нет таких еще. Она с тобой разговаривала на равных, она с тобой советовалась. Ты там принимал решения, которые она принимала. Твое решение за данность. Не споря при чем. Там игра друга, я пошла уже. Там уже законов нет. Там и судьи нет. На первом уровне я могу попросить ее снять мантию? Тот, кто признает себя ФИО, тот лжесвидетельствует. Вот именно по этой причине эти мантийцы, они не предоставляют никаких документов. А она дрожала, потому что она прекрасно соображала, что если вдруг... А, то есть она свой статус по сути потеряет? Ну, естественно. У меня было полное ощущение, что я, ну типа, хозяин ситуации. Никто из живых к себе на дату рождения не зовет. Товар. Да, да, да. Говорящая табуретка. По римскому праву это телесные вещи. Я благодарю за то, что ты такое видео и то, что вот так показательно провел вот этот спектакль. Одним путем идем. Это очень важно, чтобы другие тоже услышали. Во-первых, поздравляю. Вообще, я полагаю, все поздравляю, что у тебя произошло. Совершил вообще дело такое великое. То есть первый акт ты закрыл. А что произошло-то? Поясните. Поскольку ты же обратил внимание на то, что ты еще не видел такого, чтобы оно выходило, чтобы спрашивало, советовалось, правильно? Да, так она еще и приставу. Меня пристав задержал, хотел два протокола составить. Она ему позвонила, сказала отпустить, и тот меня отпустил. Вы с ней коллегиально рассматривали дело. Что значит коллегиально? Я, смотри, я заявился как генеральный распорядитель. Я прям ей волеизъявления за два дня до начала заседания отправил вот этот текст, который зачитал. То есть она в курсе была, как я приду, как я буду заявляться. Она у меня ни паспорт, ничего не спросила. Так вот, я тебе об этом и говорю. Она, значит, первый акт закрыла, на второй перешла. Ты на второй акт не перешел. Но она двигаться дальше, естественно, не стала, потому что ее устраивало именно это. То есть совместное с тобой рассмотрение в отношении равных. Совместно рассматривали дело в отношении лица. В этот момент судьей не было, потому что это уже после антракта, это вторая серия, так скажем. То есть это рангом выше, уровнем выше. А там судьи нету. И человека там тоже нету. А поскольку она, да, поскольку она сообразила, в чем дело-то. Я тут проходил по гражданскому, смотрел, да, судопроизводство так называемое. Вот как это происходит, ты как бы увидел, что все это действует и, в общем-то, и не стал туда ходить. И все это дело там замяли, закрыли и оставили без рассмотрения. То есть им, образно говоря, распоряжение дал, свое волеизъявление туда, что нужно делать. И это было сделано. Вот. По уголовному делу ты уже все слышал. А поскольку я тоже не знал на тот момент, что и как, то сейчас сопоставляя с тем, что у меня было и с тем, что я у тебя увидел, я вижу, что это действительно то, о чем вот, так скажем, сообщали из других источников. То есть в Канаде вот мы это смотрели, да, там видео, ты же тоже, наверное, видел. Конечно, конечно. Я по нему и действовал. Но у нас есть своя особенность здесь. Это то, что мы разговариваем более точно, то есть в слове и на родной речи. Более точно изъясняем себя. Поэтому у нас есть шире возможности действовать. Подожди, а что за акт? Ну, я примерно понимаю, что там есть три стадии. Что первое, надо сказать, что между мной и Творцом нету посредников. На втором там что-то я забыл. Какие-то вот эти три стадии мне рассказывали давно, я забыл. Вот. Так она у меня три раза выходила. А на четвертый раз уже сказала, ну, все, типа, давай перенесем заседание. Короче, мне уже типа это. На третий раз решила совсем выйти, ну, то есть перенести заседание. Ну, ей уже не интересно, потому что там как бы ничего изменения никаких нет. То есть она себя вытащила уже, да, то есть себя безопасно, образно говоря. Она видит, что ты не двигаешься дальше. Вот. И все хорошо. То есть она потихонечку успокоилась. Вначале она занервничала, это было видно. Мне там голос дрожало, и это было слышно. Да, она ожидала от меня чего-то вообще супер-пупер. А я что-то не... Я прям сам понял, что я где-то застопорился, я не понял, что дальше-то надо было делать. То есть ты остался как раз на первом акте действия этого. Но это ничего страшного, ты первый акт провел вообще замечательно. Просто замечательно, великолепно. Как образец, но лучшего нету сейчас. Вот в русскоговорящем, так скажем, сегменте, как это говорят, да. Просто нет таких еще. Образцов. Вот твой образец, он единственный такой. Первый акт. То есть когда там не гражданин действовал, а именно мужчина. Да, человек, мужчина. Я и судебным приставом показал этот документ, ну этот РФский паспорт. При проходе через рамку я сказал под принуждением, под угрозой, под вашу ответственность. И когда показывал документ, сказал, что это типа я генеральный... Я живой мужчина, человек-мужчина, Антон, собственное имение, генеральный распорядитель данной персоны. Он меня не понял, я говорю, это не для вас, можете проигнорировать. Да, совершенно верно. Он не должен был понять. Поскольку выясни, она же коллегиально рассматривала, да, то в общем-то было все в твоих руках. А почему коллегиально? Она наоборот с Элладоса. Я у нее требовал аудиопротокол вести и письменный. Она говорит, это только в коллегиальном предусмотренном. Ну то есть когда несколько судей. А она типа она одна. Ну я образно говорю, почему она одна? Она на этот момент не судьей была. А кем? Она как раз была представителем вот этого ритуального религиозного действия. Подожди, напомни мне эти три стадии. Что там? Сначала она выступает как судья, потом как священник, потом типа этот, федуциарий. Да? Или как? Пап римский, да, уже. Выше всех остальных, то есть единственный проводник творца. Еще раз, поведай, пожалуйста, вот эти три стадии. Ну на третьей стадии она не заберется точно. Она на второй-то вон как сиганул. На третьей она точно не пойдет. У нас, значит, был еще какой, чтобы тебе по сознанию. У нас какой опыт? У нас мужчина с именем Петр. Он сделал тоже действие. Вот мы, по-моему, рассказывали в прошлый раз в разговоре. Что он тонул там, да, тонул. Видел, ты от тебя с глаз в локом. Ты помнишь, смотрел? В смысле тонул? Я там была озвучена, там я тонул. Ну, на словах это было озвучено. Что он тонет. Нет, не видел. Что его не посмотрел, да. Ну спектакль, да, разыграли. Они же играют в спектакль, или мы разыграли. Вот он, да, у нас мужчина. Он, значит, первый акт перепрыгнул, сразу на второй. Ну там тоже знаний практических, практических, да, еще не было. Поэтому вот пробовали, смотрели, что из этого выйдет. Вот он сразу на второй прыгнул. Так она убежала и ходила по коридору. Она там нигде не совещалась, ни с кем, ни в каких кабинетах. Она в коридоре стояла вообще. Не знала, что делать. А почему в коридоре? Они что, обязаны какое-то время выстоять за дверью? Да нет, она бы ушла со своего корабля, чтобы не оказывать помощь, спасение тонущему. А-а-а. Сбежала, сбежала. А он-то прыгнул сразу на второй акт. Он первый акт просто перешагнул сразу. Так он что, зашел и сразу сказал, я тону? Да. Вы, пожалуйста, помогите мне. Я тону, товарищи, я вижу, что вы, капитан, я тону. Присядьте, пожалуйста. Я тону. Спасите меня, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Смотри-ка, кто-то тонет. Да, в действительности кто-то тонет. Живой мужчина, по-моему, там плавает, в воде где-то барашивается. Да-да-да, барахты яйца. Товарищ судья, помогите мне, пожалуйста. Я вижу вас, капитана. Можно зайду я на ваше судно? Помогите мне, пожалуйста. Могу ли я подняться к вам на корабль? Смотри-ка, ему отказали в помощь, он сейчас у тонет. Да, он тонет. Слушайте, он тонет. Капитан не будет спасать человека, вон, мужчину, живого мужчину. Почему меня спасать? Здесь мужчина тонет. Спасите его. Спасите его, капитан. Капитан корабля. Живого мужчину спасите. Перерывы на пять минут, дай мне палец. Сразу спасать. Тебе палец. Че, не будет? Не спаси. Идем к нам, идем к нам. Давай. Давай, заходи к нам. Все. Все, мы тебя спасли. Объявленный перерыв на пять минут. Кем? Судью. Еще не было ничего открытого. Да, как может перерыв быть, если не было открыто? Судья не открывал. Не нарушайте. Да, вы не нарушайте. Вы зафиксируйте все, что здесь было на корабле. Все на видео заснято. Там отказалась, да? Да. Че, мы тебя спасли. Идем к нам, живой. Спасибо, братья. Тебе отказали в пищах крови. Спасибо, братья. Живые мужчины. Спасибо. Давай на видео. Вот я, живой мужчина. Собственно, имени Дмитрий. Свидетельствую то, что капитан корабля в виде судьи. Как ее? Базурина. Базурина отказалась в помощи, отказала в помощи утопающему и бросила его в море. И мне, живому мужчине, собственно, имени Дмитрий, сообща с живым мужчиной собственное имя Леонид, пришлось спасать самим вот этого живого мужчину. Благодарю живых мужчин Дмитрия, Леонида за спасение мое. То, что вытащили на берег. Кто ты? Кто ты? Я живой мужчина. Собственно, имя Петр. Давно ли ты в воде плавал? Очень давно. Документы все уже увяли, так сказать, увядшие стали. То есть, очень давно. И вот просил-просил капитана Базурина, так скажем, помочь мне. Она просто убежала. Вот двое мужчин, Леонид и Дмитрий, живых, мне помогли спастись и выйти на сушу, на берег. Он сказал, что все, что сейчас будет сказано в этом зале, требую зафиксировать. И начал уже по бумажке, то, что мы посидели, и начал разъяснять, то есть говорить о том, что тону-тону там в зале, в середине. Как бы, тону-тону там, я вас вижу тут капитаном корабля, спасите меня, спасите меня. А мы сзади сидим, как зритель, наверное, да? Да. Слушайте, да. И говорим... Мы не сидели, мы стояли, мы на берегу были. А, да, мы на берегу, как бы, сзади там. Я еще этот флащ положил вот так, как бы, обозначить. Ну, как бы, граница. И говорим, капитан, ну, там человек тонет, мужчина, спасайте его. Ну, мы смотрим этот спектакль-то. Там пристав стоял туда-сюда. Я там, Диман, и тоже там говорит. Вы что не спасаете там? Она такая, вы там приставу сначала, вот вызовите там полицию, еще что-то. Ну, вот это все. А он начал продолжать, мы, как бы, Петру-то говорили, чтобы не оттанавливался. И он продолжал, продолжал. Там говорит, мне нужна кровь там, туда-сюда, я тонул, ну, спасите меня. И она что сделала? Она просто взяла вот это дело в охапку, встала и ушла. А там дело было по банку, там. Ну, представитель банка тоже в шоке смотрел это все. А мне пришлось бросать плащ и говорить, давай мы тебя спасем, раз, ну, капитан Караб. Ну, как будто спасательный круг. Вообще веревка, веревка, чтобы вытащить его на берег. Да, да, да. А-а-а-а, ну, нифига себе, блин, что происходит? Убежал судья, убежал этот секретарь, убежал представитель этого банка, убежал средний пристав, даже к нам побоялся подойти. Да, да, да. Ну, прям назад, может, он на башку больной, блин. А мы там это, вот, как бы, типа, вытащили на берег и засняли. И после этого никакого решения по его персоне принято, не было по сей день. Не принято. Но проверял, что там вообще ничего нет. Ну, документ какой-то есть, я не знаю, повестка там, еще что-то. Может, какие-то данные, чтобы точно найти это дело. Или, допустим, у вас какой-то документ есть на руках, типа повестки там или иска, или еще что-то. А там будет номер дела указан. И, то есть, через сайт я зайду, убедюсь, что такого дела вообще нету. Оно никогда не рассматривалось. Я до этого два года бился именно по законам РФ. У меня были консультанты, которые меня консультировали, и мы пытались все по законам РФ их поставить на место. Но я смотрю, ничего не получается. Я все... Прокурору-то вы щелкиваешь же. Ну, как вы щелкиваете, они все равно по второму кругу апелляционное определение вынесли, что... Увольняют их. Ну, я не вижу, Балин до сих пор на месте. Ну, ты же там сообщаешь, что там один уволен, другой уволен, или кого там, или полицаев. Это полицейских, да. Антон, вопрос у тебя такой. А ты вот заявил себя генеральным распорядителем персоны, ты по пути Топоркова пошел? Нет, я связался с человеком-мужчиной, и он мне рассказал свой опыт. Ну, и я решил его протестировать. Ты вообще изучил, откуда ноги растут вот у этого генерального распорядителя? Нет, нет, нету времени. То есть я... Ну, я все. Я все от всех пособирал. У меня такой этот... Винегрет, можно сказать. Где-то взял слово коренной, где-то мужчина, где-то собственник имени, где-то распорядитель, короче, с разных источников. Все вместе, ну, не знаю. Мне кажется, что так надо. Поясните, откуда это, эти ноги растут. Эти ноги растут из канонов позитивного права. Возьми их, открой, и прочти первую статью, если ты хотя бы немножко читал про закон единого неба, или хотя бы его немножко читал, такой документ на 800 страниц. Эти каноны позитивного права, они написаны в соответствии вот с этим документом, закон единого неба. Только не перепутай с законом единого бога. Ну, если его изучишь, то я, конечно, не понимаю, хотя бы частично, тебе все станет ясно. Ну, так, почитай для развития, для своего. Со всех сторон все мне начинают вот эти каноны. И СССРовцы, и живые, и рейфовцы, и все. Все в итоге приходят к этим канонам, и все начинают мне советовать. Антон, изучи, изучи, и, короче, смотрю, все больше и больше всяких волей и заявлений я вижу именно вот с этими канонами. Нет, 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 я тебе про другое говорю. Просто вот этот вот приход к этим канонам, это опять же ложный путь. Ну, его можно, наверное, использовать все равно, как временно, да? Для проверки, вот как ты вот что-то проверил, отшлифовал, что-то отсеял, убрал лишнее, прояснил для себя. И здесь его, я считаю, даже необходимо использовать, как временную меру. Если прочитаешь, ну, хотя бы начнешь, ну, хотя бы страниц 20, и прочитаешь вот этого закона Единого Неба, на основании которого вот эти вот, он как основание вот этих канонов позитивного права. Но четко, там четко прям, если не совсем, то есть глупый тот, кто читает его, но будет ясно, что вот этот вот документ, его никак нельзя принимать просто, по крайней мере, тем, кто ныне живет на земле. Ну, подавляющее число тех, кто идет по этому пути, они его не считали. Я прочитал страниц 200, у меня больше всего не хватило. Там все расписывается о том, как в устроенном земле, кто здесь живет, какими правами обладает, ну и все прочее. Вот поэтому я и не использую эти каноны, потому что мне нужно, во-первых, самому все это прочитать, осознать, понять, что это за документы, можно ли его использовать, а уж потом ссылаться. Потому что мне многие сейчас присылают свои там какие-то вылезъявления, оферты и так далее, они постоянно туда вот эти каноны вставляют. Я их читаю, ну, как бы, ну, смысл их вставлять? Я их читаю только в какой-то определенной части. Не для лиц. Не для лиц, да. Как основание действий для лиц. То есть не в отношении себя, а в отношении системных исполнителей. Ну, как закон это. И не более того. А может, если ты будешь менять еще в то же время и в отношении себя, то ты считаешь, что ты себя отдаешь к балу. Открою, почитай, тебе интересная такая, чтивая, очень интересная. Временами тебе будет казаться, кто этот билет написал, временами будет тебе казаться, что ты какую-то сказку фантастическую читаешь. Но это ватиканский документ. Слушайте, ну ясно, найду время, почитаю обязательно. Вы мне, пожалуйста, расскажите, что на суде-то произошло, как я перешел на второй акт и что мне надо было сделать, чтобы перейти на третий. Ну ты на второй не перешел. Это она перешла на второй. Она взяла антракт. То есть вот когда она вышла, да, пошла рассматривать, она закрыла первый акт, прервала этот спектакль. Первый акт был закрыл, закончен, и она пошла на антракт. Потом она пришла и продолжила. Смотрит, что ты как продолжал, как начал точнее, так и продолжаешь себя вести. То есть никаких изменений нет. Если ты как себя называл, так и называешь. Заявлял там, когда оттаянство по отношению к действиям лица. Вот этот вот второй акт, там когда ты перешел, да, это вот то, что ты наскорб совершил. То есть он уже разговаривал не с человеком, потому что человек это системный статус высший. А у них же как предусмотрено, видимо, чтобы быть выше того, кто пришел, да, необходимо сменить акт, если тот не перешел на другой уровень и не соответствует правилам игры, то он остается ниже. А она просто не стала рисковать, и все. Я так вот увидел. Она с тобой разговаривала на равных, она с тобой советовалась. Ты там принимал решение, которое она принимала. Твое решение за данность, не споря при чем. Ну, первый раз, когда она ушла, я понял, что что-то не то произошло, что-то изменилось. Потому что предыдущие все процессы ни разу судья никуда не удалялся. Так она еще, по-моему, как минимум еще один раз она выходила. Да, так я тебе еще раз говорю. Здесь уже обычное системное дело. То есть вот этот вот добрый следователь, да, это для поддержания иллюзии того, что все хорошо, что, ну, как бы успокоить, чтобы не дергался, никаких резких движений, усыпить бдительность. Вот именно добрый следователь, вот эта вот роль, она именно для этого и предназначена. Слушай, и судебные приставы поменялись. Они сказали, вы на нас вообще внимания не обращаете. Там игра друга, я пошла уже. А поскольку она видит, что ты, как бы, ну, выше не поднимаешься дальше, то есть, ну, стоишь на первом, да, ну, это неплохо, то, что ты стоял на первом. И она тебя приняла как равного. Ну, я уже разговаривал с одним человеком, он мне сказал, что, типа, ты заявился человеком, но так как у тебя паспорт до сих пор на руках, то ты, по сути, выступал как администратор. То есть, говорит, вы так, ну, он так же сказал, что, типа, вы на равных, как это. Она, типа, администратор со стороны системы, персоны, а ты администратор со стороны учредителя. И вот вы на равных, короче, это принимали решение общее. Я и говорю, коллегиально рассматривали в отношении лица отдела. Там, ну, второй акт, можно перейти, да, то есть, тогда отбрасываешь все, что у тебя было на первом. И в театр же ходил, наверное, да, смотрел разные спектакли. Наверное, ты смотрел, есть такая штука, театр одного актера. Это когда один актер в течение спектакля меняет роли. Возможно, ты наблюдал. То есть, один и тот же человек настолько сильно способен перевоплощаться, да, то есть, быть разным. И здесь игра подразумевает как раз именно такое вот действие. То есть, на первом, первый акт одно отыграно. Второй акт уже выше, надо быть над законом. А ты продолжил оперировать законами. Второй акт, ну, по-другому говоря, уже разворачивают на человеческих основаниях. Не на основаниях закона, а на основаниях доброго отношения человека к человеку. Я стыда, о чем я говорю. Ну да, вот у нее отношение изменилось после этого, после ухода. Справедливость, честь, достоинство. Вот это уже второй уровень. Там уже законы, они уже, все, они уже внизу. Так, а что сделать-то надо? Изучить внимательно действие над законом. То есть, именно проявление так называемых человеческих качеств, которые не нарушают законы, да, но которые не подпадают под действие законов. Ну, я так и постараюсь всегда действовать. Замечательно. Ну, ты оперировал законами. То есть, когда на первом этапе я оперирую законами, это в соответствии с первым актом. На втором, то есть выше, да, уровнем выше, там уже закон нет, там и судьи нет. Ну, получается, надо забыть про все ходатайства и просто по-человечески поговорить? Да, конечно, конечно. Именно со здравым рассудком, да. Подожди, я с нулевого на первый перешел, правильно? И дальше первый не переходил. До второго не добрался, правильно? Да. Ну, смотри, на первом уровне я могу попросить ее снять мантию? Смысл какой? Для первого акта это не предусмотрено вообще. Ну, вот я про маску спрашивал, просил снять маску. Она сказала, ну, типа, невозможно эта ситуация у нас такая в стране. Не предусмотрено. Да. Мантию снять только на третьем, только на третьем. Но до третьего она не доведет. Почему? А потому что это будет бесчестие. Это она вне этого спектакля может запросто. То есть вот она вышла оттуда, да, и после этого она вообще легко может снять и к тебе выйти прямо в гражданке. Что она сделала? Она повестку уже в гражданке это вручала. Вот, вот. Ну, по равной, значит. Второй акт. А ты наравне с ней был. Это был второй акт, поэтому она с тобой разговаривала как человек с человеком. Ясно, да, вот в этом отношении? Ну, более-менее нормально, да, ясно. Управление, да. Но тут необходим навык еще. То есть то, что ты изучишь, да, посмотришь внимательно, необходим навык. Откинуть. Вот этот навык откинуть вовремя вот эти все законы. А поскольку это такая приличивая штука, привычка, я по себе знаю, насколько это, блин, сильно держит. Потому что привык оперировать этими терминами. А тут нужно их откинуть. Просто тесто на родную вещь общаться. На родную вещь, да. Как по-соседски. И не ходатайств никаких, потому что ходатайство предусмотрено для лиц. Да, там, предлагают рассмотреть такой вариант. Предлагают, уведомить, да, там, ну, вот как-то так. То есть по-доброму, по-доброму, по-душевому. Рассмотреть. И это как у тебя пойдет, образно говоря. Если это тебе надо. Ну, у тебя, вот, я тебе говорю, у тебя хорошо получается на первом уровне. В общем-то, вот в отношении тебя вообще ничего не сделают в связи с проявлением именно так. У тебя уже вот эта вот защита уже есть. Слушай, ну, смотри, я на первом уровне вообще себя так необычно ощущал, что, ну, просто, я аж ходил там, я же говорю, блин, что-то вообще не то происходит. Охранники впервые у меня разрешение спрашивают, эти приставы, а можно ли открыть окно. Ни разу ко мне не подошли, ни разу меня не тронули. Вот только этот Кельжанов там беспределил. Я так понял, вот Елена Петровна сама ему позвонила, дала прямые распоряжения, типа, его не трогать, отпустить. Тут еще, знаешь, какая штука? Не возгордиться, главное. Да? Да не, какая гордыня, о чем вы говорите? Наоборот, мне это очень интересно стало. У меня много мыслей, вот, допустим, на первом уровне, как бы, я там же тоже тестировал, прям это, импровизировал прям на месте. Просил я маску там снять, просил громче говорить, все культурно, вежливо, подошел к ней сам. Да, да, да. Ну, я думал сам подойти, но как только я начал движение, она тут же сказала, можете подойти, и все. Да, да. Я тебе поэтому говорю, что она как раз принимала твои начинания, то, что ты, как был источником, да, каких начинаний, она принимала это за данность. И с этим соглашалась. То есть то, что было ей неотвергаемо по ее роли. То есть что она может принять, она все принимала. Получается, если это все спектакль, если это все акты, акт по-английски это действие, то получается, своими словами закрывая все действия, вот этими словами я и закрыл, да, первый акт? Когда она вышла. Да. Ну, когда я сказал, я завершаю все действия и требую покинуть помещение, и потом спросил ее, вы собираетесь покидать? Она говорит, нет. И она покинула только после того, как я сделал вот это, ходатайство заявил о введении аудиопротокола. Ну, ей это нужно было, как бы, это, причина нужна была. Да, официальная причина, якобы, под законом РФ, она должна удалиться. Да, да. В опыте с хозяином имени, да, у нас, поскольку произошло то, что он сразу на второй этаж запрыгнул, поэтому она просто уезжала. Она просто вышла оттуда, выскочила. Ей даже уже и причина никакая не нужна была. Ей необходимо было оттуда срочно смотаться, потому что она уже на втором уровне была. И он соответствовал второму уровню. Чем там закончилось, когда она вернулась? Она не вернулась. Когда она не вернулась, она в коридоре там... Я через нее проходил, через коридор. Она вот так прижала вот это дело и стояла вот так в коридоре, я мимо нее проходил. А она обратно не вернулась, не закрыла дело, типа, в отсутствие персоны, рассмотрела, нет? Не фиг ее знает. Ну, мы там минут еще пять, наверное, после того, как она убежала, простояли, засняли то, что, ну, спасли там мужчину. А он там сказал еще и пошли. То есть мы как бы выждали там пять минут. Она должна была зайти как бы уже в качестве капитана корабля. Ну, а не да, поскольку он не на первом акте был, а сразу на второй прыгнул, да, он тоже как бы неожиданно первый раз и... Мы прозванивали, то есть первый раз пробовали такой спектакль продолжить. Тоже была проба, проверка. Как себя поведет, что будет? Тоже смотрели. Да, со стороны, если посмотреть, то есть капитан корабля не стал спасать по морскому праву, то есть он стал преступником. И это зафиксировано. Там жениха в обязанность ходят спасать утопающих. Не знаю, там уровень предусмотрен. Возможно, для них предусмотрен, что она может еще вернуться или он, да, то есть та сторона может вернуться и продолжить. Но на третий уровень это финишный. Проблемский, да? А поскольку у нас мужчина-то запрыгнул сразу на второй, то там было неясно. Как бы он первый просто перешагнул сразу на второй. То есть возможно, что он на третьем себя поведет в соответствии правилами. Тогда и кирдык. Так получается, я тону, можно заявлять только на нулевом уровне? Нет, на втором. Как раз на втором. На первом ты пришел мужчиной, ну или человек, ну хотя бы, да, это тоже годится. То есть вот в первом акте человек или мужчина, это как раз титул. То есть человек это статус, а мужчина это титул. Как звать величать тебя добрый молодец. Вот, но мужчина это тоже титул, да, то есть это в течение жизни. Это не с детства, правильно? Ну да. Поэтому да, это приобретенный в течение жизни. Это природное, естественное, но это в течение жизни приобретенное. Это не с рождения. Поэтому это второй уровень. Когда она ушла, я ей, конечно, заявил, что она, капитан, покинул корабль, все дела, перехват. Но я еще думал, можно было, конечно, взять, встать всем и уйти оттуда. Но что-то мне подсказывало, что нельзя, надо это, до конца все довести. Чтобы она сама сдалась, чтобы она что-то какое-то решение приняла. Совместно. А? Совместно, совместно. То есть сейчас-то ты уже, наверное, так посмотрел внимательно на то, что произошло, да? Не один раз уже, наверное. И имею в виду, что вот такое твое поведение делает возможность совместное принятие решения в отношении объекта, то есть в отношении лица. Совместно. То есть ты тоже так же можешь предложить какое-то там решение. И вы вместе можете прийти к соглашению о том, что это решение, да, что это решение будет справедливым, имеет место быть. И все. То есть у меня-то вот примерно так и было. Когда мне вот у нас мужчина посоветовал убрать из итогового решения формулировку одну, и я именно на этом настоял, то это было принято. И именно так и совершено. То есть в окончательном решении эта формулировка отсутствовала. Хотя изначально она прямо упиралась и говорила, что она не может без этой формулировки применить данную статью. Так это что? Я не понял, копное право или ватиканская система выборов что ли работает? Пока все не согласятся, обсуждаем дальше? Может быть и так. Это еще как бы тоже мы все-таки не знаем. Тоже так же проверяем. И еще одна штука, значит, имею в виду, что тот, кто признает себя Фила, тот лже свидетельствует. Вот именно по этой причине эти мантицы, они не предоставляют никаких документов. Чтобы, не дай бог, вдруг никто не сообщил о преступлении. Но они же, она же сама себя назвалась, король Елена Петровна. Называться можно кем угодно. Но когда есть документы лица, и тот, кто себя признает этим лицом, тот является виновным. Я где-то слышал, что вот эта надпись капслоком в паспорте, что фамилия, имя, отчество большими буквами прописано, это означает, что это уголовник, то есть уголовный преступник. Это лишь градация, вот этот капслок, это лишь градация. Я тебе говорю вообще о том, что кто-либо признает себя фамилией, именем, отчеством, да, и заявляет, что это кто-либо фамилия, имя, отчество, тот лже свидетельствует. Потому что в действительности не является фамилией, а фамилия это приобретенная, присвоенная, это учетная запись просто. Ну да, это все равно, что гонщик, который участвует в гонке, выходит из машины и говорит, я Мазда RX-7. Да, точно. Это лже свидетельство. Ну вот поэтому я, ну, видео-то пересматривал, она меня несколько раз называла Антон Николаевич, я ее постоянно поправлял, говорю, нет, это не я. А она дрожала, потому что она прекрасно соображала, что если вдруг ты начнешь в отношении ее, да, какие-то там движения осуществлять, она же себя называла кем, король? Да, король, она заявила, я, говорит, мировой судья, назначенный Думой ХМАО, король Елена Петровна. Это там 19 пунктов, что ли, запросила, что подтвердить свою, как бы, полномочий в суде, да? Да, 19 документов. Так вот, а поскольку ты, у тебя хватает сообразительности и знаний, и осознанности осознать вообще, кто ты, да, что ты не являешься фамилией, именем, отчеством, то она в полную обоснованно переживала за себя, потому что она-то тоже не является фамилией, именем, отчеством, но она себя называла, что она фамилией, именем, отчеством, то есть она не представлялась, она не представляла никакие документы, а она себя называла только так. Да. А вот когда ты представила документы, и ты в этот момент, ты ее схватил за хобот, образно говоря, да? Спросил, это вы здесь в документе? Да я не спросил, там, какие могут быть вопросы. Ты же не спрашиваешь у преступника, а ты что, преступление совершаешь, что ли? Он тебе скажет, да нет, конечно, ты что? Видишь, какая штука? Ясно. Ну а как, я же слышал, вот в некоторых судах некоторые судьи предъявляют удостоверение судьи? Потому что те, кто предъявляет, те уверены, что перед ними физлица. Не сообразят. Они не способны за себя-то сказать. Поэтому они спокойно предъявляют. Ясно. А с тобой так это не прокатит. Так у нас же то же самое было на административной комиссии. Это так называемый коллегиальный орган, типа от администрации. Они тоже административные дела рассматривают. Ну типа такой мини-суд, короче, мини-судилище. Так они там тоже все это, все председатели. Как только не требовал предоставить удостоверение, паспорт, еще чего-нибудь, так она сразу убежала. Ну ты-то кто был в тот момент? Я представлялся, сначала я представлялся журналистом. Использовал ИОВ вместо ФИО, то есть Антон Николаевич Булгаков. А второй раз вообще говорил, я человек-мужчина, показывал паспорт и говорил, я учредитель и генеральный распорядитель данной персоны. Ну вот, я тебе о чем как раз и речь-то. Что ты-то уже знаешь это. И тебе-то опасно показывать их стороны. А почему опасно? Их потом что, как можно привлечь-то? Парахло бы схватить. Как лицо. А? Как лицо. Что как лицо? Привлечь как лицо. Ты говоришь, как привлечь? Как лицо. Как то лицо, в отношении которого применяют законы. В отношении мужчины законы не применяют. А в отношении лица применяют. А, то есть она свой статус по сути потеряет. Ну естественно. Из кресла вышибаешь там, ну и так далее. Вот то, чем ты и занимаешься, вышибаешь их в шашечной игре. Они же хотят и дальше продолжать в этих креслах сидеть. Правильно? Ну да. Слушай, а что произошло, когда, смотри. Я когда зашел, меня почему-то... Ну я сразу обратил внимание, что стоят два стола. Слева и справа. То есть стоит, ну этот стол, это дека, капитанская рубка. Напротив стоит тумба такая для выступлений. За ними вот эти скамьи, я так понял, этих рабов, этих матросов. А слева стол и справа стол. И меня почему-то потянуло именно на левый стол, который слева от этого находится. А потом, когда мы сходили на перерыв, я почему-то решил встать именно напротив. И она меня потеряла. Она так и заявила, что типа это... Так, а где у нас... А, вот вы типа... Я говорю, вы кого потеряли? Живого человека мужчину Антон? Она говорит, да. Ну так-то да. На втором уровне она и должна была потерять. И ты должен был быть уже другим. Выше. Просто мужчины. Там уже человек статус, он уже внизу оставался под законом. Просто на втором акте должен был говорить, что мужчина с именем там хотя бы. Это так же. Хозяин имени. Мужина хозяин имени, да. Антон. Ну я... Понимаете, я как бы думал над этими фразами долго. А потом, ну, я решил, вот как заявился два года назад по НТВ. Живой же ворозненный человек с собственным именем Антон. То решил именно использовать эту фразу. Я... То есть... Ох-ох-ох-ох. Все хорошо. Ты утверждаешь пока вот на этом вот уровне. Ты на эту ступеньку зашел, утвердился, а потом дальше. Угу. Проверка. Конечно, очень хорошо. Утвердил, все. Тебя признали таковым, приняли. Все хорошо. И можно дальше расширение делать. Как и надо. А что по поводу столов-то есть разница справа или слева? Я что-то вот, ну, я затруднее сказать. Тоже не знаю. Столы для участников процесса. Обвиняемый другая, это стол. Там есть стол для прокурора. А столы для прокурора есть? Отдельный, да? Там три стола. Слева, справа. И тот, который ближе к судье, тоже слева. Но там секретарь. Там компьютер стоит и секретарь обычно сидит. Но у меня не было ни секретаря, ни это. У нас знаток этих. В процессе там два стола для сторон. Один стол. Одной стороны, другой для другой стороны. И есть третий стол для прокуратуры. Вот три стола там. Ну, это в городских, наверное, и по уголовному. А это мировой. Тут какой прокурор? Мировой тоже ведет уголовное дело до трех лет. А, ну да, да, да. Ну, в общем, там три стола стояло. Слева, справа, друг напротив друга. И поближе к судье слева стол секретаря с компьютера. Я вот тоже сейчас вспомнил. Был у мирового судьи по ЖКХ. Рассказываем дело. И там у него в кабинете стоял стол свободный. Я говорю, можно я сяду сюда? Судья говорит, нет. Это стол для прокурора. И не пустил его меня туда. Я был представителем физического лица. А вот на суде над прокурорами тоже интересный случай произошел. Я тогда, ну, это еще неплохо соображал в этой теме. Открыли дверь. И там стоял столб, который ближе к судье, ну, к черной мантии слева стоял. Ну, наверное, видели там видео. И еще один стол стоял как раз напротив выхода, прям это, прямым лицом, прямо повернут в сторону секретаря и черной мантии. Так я решил занять место поближе, короче, туда, к черной мантии. А ко мне подошли сразу два прокурора, это Ширяева и этот, Лукьяненко. И попросили, говорят, да дайте мы сюда сядем. Я говорю, нет, я здесь хочу. И они уже, ну, что-то там еще попытались. Я говорю, я уже, извините, говорю, я первый занял. То есть они хотели именно поближе к черной мантии присесть. Не, я предполагаю, что там просто железные стулья стояли. И так как жарко было, они немножко упитаны. Поэтому им лучше было на железных стульях сидеть 7 часов, чем на кожаных черных креслах мягких. Потому что они там всю задницу отсидели, отпотели. Они потом выходили и с кем-то по телефону говорили, что, говорят, у меня задница горит от этих стульев. Так, ну, получается, чтобы на второй уровень перейти, надо явиться мужчиной и сказать, чтобы тебя спасли. Нет, просто, когда она выходит, и вести себя уже, ну, говори, что мужчина там с именем, там, или хозяин имени такого-то. И, ну, она сама так себя ведет. Скажи еще, в момент захода. Сначала должна судье, потом ты заходишь. А, да, да. Ты же как сделал? Ты сначала дождался, когда она зайдет, правильно? После первого ее ухода мы никуда не уходили, мы дождались ее. Потом, после второго ухода я пришел первый, дверь была открыта. Я спросил у секретаря, типа, можно пройти? А, она сама мне сказала, заходите. Я сказал, только после Елены Петровны. А потом так подумал, а что после Елены Петровны? Я ей, типа, все эти действия запретил, презумпции опроверка, она не опровергла. Ну, типа, я тут хозяин и все, и сам зашел. Это после второго перерыва. В самом начале. В самом начале как было? В самом начале мы сидели в коридоре. Дверь открылась у секретаря. Она сказала, заходите. Я говорю, вы приглашаете меня с хрени всех прав и саботы? Он сказал, да, заходите. Я подошел к двери судебного заседания кабинета, постучал в дверь, открыл. Там стоит пристав. Ну, на видео это видно. Он говорит, я говорю, а где? Он говорит, судья. Я говорю, Елена Петровна, где? Он говорит, сейчас придет. И тут она выходит. Я говорю, вы меня приглашаете? Она говорит, да. Она говорит, конечно. Я говорю, с хрени всех прав и сабот. Она дважды сказала, заходите, заходите. Ну и все, я и зашел. А, первый зашел. Да, конечно. В самом начале она первой зашла. А после второго перерыва я уже сам заходил, как хозяин. Потому что дверь была открыта. Ясно. Да. Перемуры, знаки, да? После второго, после перерыва, когда она первая ушла, мы после нее вышли. Я вернулся. У меня вообще не было ощущения, что я захожу не на свою территорию. Потому что, во-первых, дверь в судебное заседание была открыта, что удивительно. Во-вторых, там никого не было. Вообще никого. Во-вторых, у меня было полное ощущение, что я хозяин ситуации. Я ее не признал, я ее опроверг, я от нее все истребовал, она не подтвердила. Ну, то есть она вообще никто, а я свои полномочия, свой статус подтвердил и видео, и волеизъявлениям, и всем остальным. Ну, я очень тебе предлагаю еще в окончании не забывать благодарить присутствующих. Я всегда это делаю, я всегда им говорю, благодарствую, веду себя вообще культурно, вежливо. Именно по окончании. Когда оканчивают все это, да, делаю? Это не наша забота. Благодарствую. До свидания. До свидания. Доброго. Доброго. Видео разрешило сходу, не запрещало видео снимать? Нет. Вот что меня удивило, аудио и письменный протокол ведения она отклонила, а видео это сразу разрешило, говорит, я удовлетворяю, можете снимать. Странно, да? Да, мне вот сколько я раз, 6 или 7, ну, у меня около 20 заседаний было всего, первые там вообще по беспределу, а потом более-менее нормально, и я начал уже ходатайство, узнал, что можно это ходатайство, требования подавать по поводу видеосъемки, аудио и так далее. Короче, где-то 6 или 7 раз я заявлял требования разрешить видеосъемку, только я формулирую снять запрет и разрешить, вот так. И ни разу мне не отказывали, всегда позволяют видео снимать. А дело-то какое было, гражданское, уголовное? Кап, статья 20.19, это нарушение режима закрытого города, то есть я в Екатеринбурге, 3 месяца назад ездил на велосипеде и решил поехать вокруг озера какого-то, еду, 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 хоп, меня окликает, типа, мужчина, вы куда? Я останавливаюсь, он говорит, вы нарушили, в смысле нарушили, что нарушили, вы что? Короче, за это, какой-то город Новоуральск, случайно это. Заехал. Случайно набрел и это, они мне давай штраф влеплять. Я говорю, какой штраф, я сейчас развернусь и обратно поеду. Коапу? Коапу? Да, Коап. А ты физлицо-то не снимал еще? С чего? А, у тебя же паспорт просто... Не, я с физлицом вообще ничего не делал, ни штамповинь, ни с регистрацией, вообще ничего не делал. Офиг его знает. Мы-то уже тут поснимали физлица, в основном. Очень хорошо действует на этих, на системочках. То есть, когда покажешь им ответ из ЗАГСа, да? А что значит, вы снимались? С регистрацией просто снялись? Да, что нет регистрации. В связи с этим бюллетень перестали выпускать на это лицо. Когда выбрать. То есть, голос отнимать, да, и перестали. Да ты что? Да, да. То есть, подождите, подождите, по факту получается, паспорт есть, якобы гражданство есть, да, а голосовать данное физическое лицо никто не зовет, да? Никакого паспорта нет еще. А как нет? Вы же, говорите, с регистрации просто снялись. Нет, сняли лицо. Ну. А паспорт оставался? А его и нету паспорта. Ну, так-то да. Какой паспорт? Павразит. Сама книжица вот эта, да? Да. Если она даже есть, то при снятии физлица с регистрации. Ну, нет, нигде не зарегистрировано лицо. А. Нету вот этого вот дока. Дока нет. Для этого лица, чтобы вот в этом порту в какой-то док воткнуть. Нету адреса. Но вы им вообще не пользуетесь, что ли? Зачем я не пользуюсь? Я без паспорта, там, надо мне, я со своим утверждением. А вы это, вот так называемые суды, как проходите? Ну, вообще никак. Ну, вообще суды не ходят. Что, я там забыл? На эти спектакли не ходим. Я уже побывал, мне, в общем-то, стало ясно, да? Как, как, и что нужно делать, чтобы без судов решать вопросы. Ну, наверное, не верить. Антон, суть-то в чем? Когда снимаешь физлицо, оно бывает с Российской Федерацией вместе с адресом. То есть, если какие-то предъявления, штрафы, пускай разыскивают это физлицо, где оно? И адреса нет, кому бы корреспонденцию слать. Ну, да, да. И, ну, как, предъявить ничего не нужно. И административное задержание, если почитаешь, там, 27.3 или не помню, 23, там, какая-то статья, то административным задержанием подвергается только физические лица. Суть еще в чем? Когда снимаешь физическое лицо, возникает что? Что происходит? По карточке прописки форма 16. Здесь лицо убывает, а гражданин возвращается домой. Ну, прописку. Прописку возвращается, а отметки о выписке нет. Все. То есть, стоит на социальное обеспечение. Ясно? Нет? Домой возвращается в Советский Союз. Ну, как бы там. Прописку, так скажем. Ну, такое действие. Все, у кого есть регистрация, они, получается, мигранты. А когда снимаются, они возвращаются и обратно прописка у них возвращается? Да, да. Стоит на социальное обеспечение, да. А так как они домой возвращаются, то есть, а дома-то что? Твоя земля, твоя вода, твой глаз и тому подобное. Зачем тебе дома за что-то платить? Правильно же? А мигранты, так как они не здесь родились, по праву рождения, не принадлежат эти ресурсы. Им уже это и действует, вот этот жилищный кодекс. То есть, на них уже тарифы, там, на свет, на газ и тому подобное. За использование этого. Это то же самое, как в гостинице. Зарегистрировался в гостинице. Ты же прошел регистрацию и плачешь за услуги. Здесь то же самое. То есть, в Российской Федерации, в лицо платит за услуги, то, что представляет Российская Федерация. По адресу. По адресу, да. А у тебя, когда спрашивают место жительства, или когда ты сам указываешь место жительства, ты именно этот адрес регистрации указываешь? Либо как-то связано с этим лицом? Ясно. Переходят на физлицо. Вот о чем говоришь. А когда бывает, уведомляешь систему о том, что область – это физлицо, и поэтому место жительства такого физлица с этим адресом отсутствует. Все. Благодарствуем. Потому что, ну, это, как сказать, это очень важно, чтобы другие тоже услышали. Ну, услышать – услышали, только ты имею в виду, что одно дело услышать, а другое дело осознать услышанное, да, и действовать в соответствии с нас. Ну, я бы никогда не осознал, если бы я не слышал и не видел подобные видео, понимаешь? А так я, это, когда залез, когда у меня появился интерес в интернете, вот я благодаря интернету все это узнал. А так, если бы в интернете ничего не было, ничего подобных роликов не было, я бы никогда ничего не узнал. Вот этот ролик с этим, с американцем, там, или с канадцем в этом, в американском суде, я его прямо нашел, оригинал, и сам на слух, где-то часа три, наверное, сам переводил, каждую фразу разбирал. Ну, у меня как бы с английским нормально, поэтому я сам собственный перевод делал. Это хорошо. Я к тому, что нужно давать, давать людям информацию для размышления, чтобы они мыслили, куда им двигаться. Хорошо, хорошо, ты еще знаешь, что ты все-таки возьми в ЗАГСе-то ответ-то. По поводу? Ну, мужчина. Мужчине, чтобы был ответ. А-а-а, ну, у нас сейчас, видишь, все позакрывалось, и я же ходил тогда еще, когда, да, в июне, что ли. В электронном виде. Ну, да, да, там надо пошлину оплатить, заявление написать, это все отправят в Казань, в Казани через месяц пришлют сюда. Я выписываю пошлину, а для того, чтобы тебе ответили, да, именно мужчине, для этого нужно им какое-то уведомление, какое-то там обращение, предполагающий ответ. То есть без оплаты пошлини всякой? Задать там, а есть ли у вас такая запись под номером, и все. Они тебе ответят. Глупый вопрос, который интересует... Глупый, глупый, любой. Любой, ну, я просто так, внутри-городно говорю. Вот. Ну, чтобы ответ был живому мужчине в отношении, там, твоей фамилии, созданной, там, в этом ЗАГСе. А для того, чтобы он был, этот ответ, именно тебе, мужчине, да, необходимо их уведомить о том, чтобы они не переживали. Смотрите, вот в других городах, пожалуйста, в вашей системе РФ, в других городах, значит, в отделах ЗАГС такие ответы дают без проблем. Не только в отделах, а еще и в главных управлениях ЗАГС. Какой ответ? Вы говорите про форму номер 4, где написано «живой, живорожденный»? Нет. Ответ тебе говорят. Ответ мужчине. У тебя есть вот там... А, ну, просто, чтобы вот как это, допустим, прокуратура пишет «живой человек, мужчина, вонтон», и они ему отвечают «уважаемый, живой человек, мужчина, вонтон», да? Да, 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 да. Только это из ЗАГСа. Почему из ЗАГСа? Очень нужно, да? Потому что в системе ЗАГСовские бумаги никто не может опровергнуть. Они для них являются основаниями. Как нотариус, да? Круче, чем нотариус далеко. Это вообще основная система. Чтобы ясность была, то есть первая системная единица – это свидетельство о рождении. Она создается в ЗАГСе. На основании первичного вот этого документа уже вторичные идут. Там паспорт и другие. Ясно, нет? Ясно, ясно. А это кто? ЗАГС. Даже сам нотариус сначала получает свидетельство о рождении, потом паспорт, потом нотариальное удостоверение. А основанием является ЗАГС, где создается само вот это, ну, как оно, церковное мероприятие. Он церковь, отделение церкви. А такой ответ, он очень полезен. Не отделение, они же, как называют, не здание ЗАГСа, а дворец. Суть в том, что это все, как тебе сказать, религиозные действия ЗАГСа – это просто ветка от церкви. Вот и все, возьми эти записи церковные, когда были там метрики. Это то же самое, то есть они просто назвались по-другому и все. Ясно. Она очень полезная такая бумага, как показывает практика в разговоре. То есть мало просто что-то озвучить, да? Полезно предметно разговаривать. А когда эта система уже признана, тогда вообще там разговоров нет никаких. И даже эти же мантийцы, да, затухают. Но это будет под спорьем, дополнением. Пока дверь открыта. Ну да, дверь открыта. Ну как открыта? Ну как, вот так, как. В других городах делают, пока пробивает. У нас же все закрылось, и суды, и судебные приставы, и прокуратуры, и администрация. Везде прекратили личный прием. В том смысле открыт, что выдают такие ответы, когда обращаются к мужчине и женщине. Мужчина с именем Антон, а вот можно сделать в электронном виде? Прям на сайте, там, или на почте, на их запрос. Либо по почте, по письму. Я в электронном последний раз делаю, мне ответы вот они прислали, вот, просили в почтовый ящик. Мужчине, хозяин имени, а не ответ. Ну, хорошо, прям сделаю, сейчас зайду, и это прям первым делом сделаю. Прям на конверте написали. Ну, то есть там у нас уже просто научные, и они спокойно отвечают. Какая тропиночку расширили, теперь уже дорожка. Добро, добро. Посмотрим, чего они ответят. Им просто закидываешь для образца, чтобы они не переживали, что это уже есть, что это уже делают. Да, да, да. Просто самое главное осознание, когда произошла эта учетная запись. Ну, создали вот эту учетную запись. Там же написано в связи с рождения, что на основании акта записи, там, в книге акта по рождению, произведена запись такого-то года, месяца, дня. То есть с этого момента создали вот это ФИО. А дата рождения уже тогда-то. А все, что связано с датой рождения, мы знаем, да, это все неживое. Дата выпуска, дата водоэксплуатации, дата смерти. Ну да, никто из живых к себе на дату рождения не зовет. Ну да, да, да. Ну, можно так сказать. А у меня день рождения. Это день рождения разгадывал. Вот поэтому судя-то, они, манфийцы спрашивают, то есть презумпции-то какие. Ваши фамилии, имя отчество? Раз, да? Все, в липачкарик. То есть, ну, стал уже свидетельствовал. Второе там, ваша дата рождения. Ага, у него дата рождения. Ну, опять, опять, свидетельствовал. Еще галочка. Да, еще галочка. И третий вопрос задает. Ваш адрес регистрации? Ну, он говорит, у него адрес, ну, то есть товар. Ну, все, присаживайся, все присело, поплыл на ее судне. Ну, все, пожалуйста. Товар. Да, да, да. Говорящая табуретка. Да, он же как, пускай как угодно себя называет. По римскому праву это телесные вещи. Седокову почитайте, очень полезно будет. Не, мне больше нравится определение, говорящая табуретка. Не, лучше по римскому праву им так и есть не будет. Есть, есть учебник такого Седоков, Седоков есть. Вот, у него учебник для как раз вот этих вот заведений, в которых по направлению юриспруденция осуществляют обучение. Вот это учебник. Вот, я тебе прям советую. Надеюсь, в электронном виде есть, а у нас еще удалось и в книжном виде. Очень маленькими пиражами выпущено было. Там по 100 экземпляров, по-моему. Ну, несколько раз, да, переиздание было. Очень показательная книжица, очень. Там не просто текст, а там ссылки, цитаты из источников. Ну, о чем книга-то вообще? Римское право. Как называется? Это то, как раз на чем учат прокуроров этих всех вот так называемых судей и прочих. Всех, кто проходит обучение со специальности юриспруденции. Ну, вот такая подсказка, ну, к примеру, берешь, открываешь свидетельство рождения. Там, у меня, допустим, у ФИО, у учетной записи, дата, ну, родился, написано. У меня и римские, это, шесть шестерка стоит римскими цифрами в месяц. Потом, свидетельство рождения, серийный номер указан римскими цифрами. Тоже, паспорт советского сайта, ну, тоже римскими. Ну, серия, серия имею в виду. А номер уже, это, латино, арабскими. Ловил суть, да? То есть, где вот это? Вы дату рождения римскими цифрами писали, а первый раз такое слышу? Не дату, а месяц у меня написано. Ну, месяц, ну, месяц. Либо цифрами, либо буквами. А римскими я первый раз слышу. Хорошо, свидетельство рождения, допустим, серийный номер. Ну, серийный-то, да, это я видел, и паспорта, и свидетельства часто использовалось. Отнесение, ну... Отнесение к римскому праву. Почему, на куранты, знаешь, нет, на Красной площади? Да. Почему там римские цифры стоят? На табло, на курантах? Не знаю. Вот тебе, пожалуйста, тоже отнесение к римскому праву. А когда табло менялось-то? Не знаю. Ну, вот, а чем правится, что управляется миром? Что управляется миром? Силовые знаки, наверное, да? Ну, в общем, это, я тебе единственное, что, вот, вообще, благодарю за то, что ты, ну, такое видел, и то, что, ну, так показательно провел вот этот спектакль. Своё время, говорят, всему своё время. Да, да. А поскольку нас водили очень долго, очень долго, да, в течение нескольких поколений, то, как бы, так вот сразу, очень-очень-очень трудно, да, как-то себя так раз и переключить, программу себе поменять разом. Ну, ты, вот, я об этом как раз тебе ранее сказал, что можно, конечно, высунуться, да, но смысл какой, когда уже проверено на практике, что можно, ну, более мягко проходить и безболезненно. Конечно. Ну, вы знаете, мне кажется, мой стиль поведения вообще никак не изменился за эти два года. Я как был вежливый, культурный и общительный, так и остался. У тебя другое сознание пришло, поэтому ты так ведёшься. Да, да, вот я сейчас понимаю, когда мне начинает там, мне аж прям слух режет, когда кто-то начинает кого-то там обзывать, типа, вот эти вот гады, да эти уроды, да эти там змеюки, подлюки и так далее. Я говорю, вы чё, какие жлюки, подлюки. Я говорю, великие учителя, преподаватели и наставники ваши. Есть вообще беспредельник. Ну, так, да. Ну, ты знаешь, как только я изменил свои отношения, вообще беспредел прекратился. Это хорошо. Ну, чё, мы на сегодня завершаем, да? Ну, да. Благодарю, прям, жму крепко. Да. Жаль, 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 конечно, что вы не рядом. Как не рядом, мы с тобой разговариваем. Ну, на одной земле-то. Конечно. Одно солнце. И похоже, и похоже, кстати. Я тебе даже больше. Да. Одним путём идём. В одном народе, поскольку. Благодарствую за разговор, интересно. Взаимно. Взаимно. Всего, давайте. Счастливо. Взаимно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok